Но я ещё раз говорю, что мне совершенно не хотелось сделать чёрную картину, абсолютно. Мне хотелось сделать картину, которая... Знаете, как в Гамлете там есть такая реплика. Из жалости я должен быть суровым, несчастья начались, готовьтесь к новому. А раз так, то нужно быть мужественным. Диски должны быть, должны быть. Даже, вы знаете, я сейчас веду переговоры, может быть, это мне удастся сделать. Я буду тогда очень рад выпустить тройной диск. Асса первая, Асса вторая и Анна Калинина. Давайте. Пожалуйста. Не слышу, погромче. В этом фильме у вас зло не наказано, да? То есть вот эта дама, которая заказала убийство, почему? Ну, потому что зло не наказано. И в жизни, понимаете? Не наказано, совершенно не наказано. Наказано всё, что угодно, только не зло. Ну, не наказано. Ну, что я могу сделать? Джатка очень, что ли, так? Ну, так. Спасибо, да. Планируйте Асса три. Нет, что вы. Нет. А? Нет. Петя, Петя вот сейчас. А? Дай слушай. А что планируете? Я закончил сейчас картину, называется «Одноклассники». «Одноклассники». Значит, это как бы про очень молодых ребят. Про очень молодых. 16, 17, 17 лет. Я снимал, думаю, что-то мне это напоминает. Ну, конечно, всё это по-другому. Ну, когда я снимал, думаю, что-то не напоминает. Ах, да, сто дней после детства. Как бы есть какая-то там связь таинственная. Вот «Одноклассников» в этой картины, но не прямая, совершенно, совершенно другие времена, и другая картина. Ну, она как бы, конечно, рядом с этой картиной, лёгкая, как пушинка в «Однокласснике». Я даже подумал, в каком жанре я тут подумал, а как жанр определить вот то, что я снимаю «Одноклассники». И определил, и очень обрадовался. В три слова только на это нужно. Ни в коем случае не в два, а в три. Слабо, умное кино. Вот такое оно, слабо, сознательно слабо, умное кино. Вот. Ну, я надеюсь на контакт со зрителем. Со слабо умным. Пожалуйста. Почему «Графт в истории» летает на «Однокласснике»? А вот, ну, понимаете, опять, почему он летает? Потому что летает. Ну, что там делать? Ну, летает он. Понимаете, вот там, видите, к нему жутко трудно относиться к графу Толстого, к какой-то, вот, русскому человеку, нормальному, который жизнь проводит в России, да? Ну, жутко трудно к нему относиться к какому-то инфернальному понятию. Какой-то граф с бородой чего-то жил, а чего-то вещает, потом куда-то исчезнет. Ну, вот так он и витает, и летает, и вот так устроена, по-моему, так устроена Россия, понимаете? Что кто уж там начинает летать и витать, так уж он и витает, и летает. А кто уходит, тот уходит. А Олег Николаевич, конечно, никуда не делится, не уйдет. Очень смешно мы это снимали, потому что я сначала пригласил Рязанова снимать с вами. И он чуть не сошел с ума, значит, когда прислал он в сценарии. Он говорит, я читал его четыре дня, а я не понял, почему граф летает, вот какой сценарий. Да, я говорю, да, летает, Александр Ильич, ну, летает и летает, ну, пусть летает. Ты знаешь, я, пожалуйста, я снимусь у тебя, но перед тем, как сняться, ты мне все-таки объясни, сам напрягись, подумай, чего он летает. И я думаю, не, не буду. Не буду. Пожалуйста. Вы сказали о песне «Попкорн». Про что? Песня «Попкорн» кто автор? Песня «Попкорн» это Катя Волкова. Как-то, это мой хантамансийский фестиваль «Дух огня». Вот, и там показывают и тогда хорошие картины, хорошие картины, которые не выходят ни прокат, ни... Она говорит, ну, какая же тихая разница, она там была, на самом деле. Между вот тем кино и тем кино, где жрут «Попкорн». Ну, какая тихая разница. Я говорю, Катя, вот давай, мне очень нравится интонация, развеи эту вещь. Она говорит, как развею? Я говорю, ну, развею, песню, что я напишу. И она мне писала чудесную песню. Порно, порно, порно. Катя очень талантливая. Катя очень красивая, очень талантливая и абсолютно сумасшедшая. Да. Пожалуйста. Вот вы сказали, что после «Ассы-1» кинопродукция вошла в коммерцию. Как вы рассчитываете, ваш фильм будет иметь коммерческие успехы? Вы знаете, с коммерческим успехом кино вообще дело очень хитрое. Всю жизнь Андрею Арсеньевичу Тарковскому объясняли, что он козел, который на народные деньги снимает, значит, просто практически он их рвет и выкидывает. И, так сказать, потому что он вот абсолютно, так сказать, не ценит людей, которые, так сказать, приходят в зрительный зал, там, туда-сюда. Оказывается, дикая ложь, да? Потому что вот уже сколько лет, как Андрей умер, да? 24 года, как он умер, умер уже просто. Каждый год Москве минимум получает 200 тысяч долларов за его картины. Вы посчитайте, что это суперкоммерческий режиссёр. А так называемые коммерческие режиссёры, да, выпускают свою картину «Суббота-Воскресенье». А на следующий «Суббота-Воскресенье» никто не может вспомнить её название. Деньги уже поделили, половину украли и разбежались. Это не коммерция, это воровство, это другое. Поэтому я надеюсь, что это коммерческая картина. Я говорю, просто в ней коммерция другая. И я буду искать нормальных, достойных партнёров по коммерции, по этому пониманию коммерческой картины. Ну вот, например, Африка, мне сказал, не связывайся ты с этими самыми, с прокатчиками. Ну что ты, не знаешь, что прокатчиками? Во-первых, её нужно прокатать по всем музеям современного искусства. Ну, правильно говори. Ну, потом, пусть люди интересуются, то есть не может быть коммерции, понимаете, под одну гребёнку, как пельмени в пачке, да? Пачку пельменей, вот она и есть коммерция. Нет. Поэтому мы вот сейчас думаем, как мы будем прокатывать. И в прокате, и была премьера в Петербурге. Ребята придумали, роскошно всё же придумали, сделать ночь ассы. Начинался, значит, начинался первый сеанс в 23.30. Собирались. Потом 20. В час ноль, в пол первого, да? Начали смотреть первую ассу. Посмотрели первую ассу. Тут развели мосты все. Значит, уже назад никто никуда не попадётся, и обречены смотреть вторую ассу. Значит, пол четвёртого седа, смотрели вторую ассу. Пол пятого, пол шестого, пол седнего закончили. На рассвете вышли, есть о чём разговаривать. В перерыве, там, выпили немножко. Вот. Это было в Родина. Огромнейший зал, кинотеатр. Кинотеатр Родина, да, да. Причём народу было битком. Снесли дверь, выбили дверь. Какой-то пьяный человек упал с ложи второго этажа прямо в зал. Всё как следует. Хорошая публика фигмасса. Настоящие люди собрались. Всё, для них и делалось картина. Прежде всего. Сейчас остальные могут присоединиться. Это тоже коммерческое.